Теперь так, я обращался к Юрию Александровичу, не знаю смотрит она или нет, она очень занята. Аспирантка, моя ученица, моя подруга, вот я её зову дочкой. И, значит, 16-й год, рынок, я ещё раз эту историю скажу. Почему? Я обращаюсь к ней. Есть ещё несколько человек такого же уровня. То есть они занимаются чистой наукой. Я и к ним обращаюсь. Когда-то это надо преодолеть, эту страшную пропасть между наукой и вот такими вот людьми, как вот я, а ещё за моими плечами вот такие вот дамы стоят. Вот такие вот простые, нормальные люди, которые не знают, что такое термин, которыми мы пользуемся. Помните, было? Я посмотрел ваш вебинар, ничего не поняла. Сейчас объясню. Нам нужно, чтобы где-то вы, друзья, довели до высшего руководства академий и университетов. Естественно, соответствующие тематики. О чём? Существует гигантское готовый материал. Вот представьте себе, вы не знаете, что такое скрещивание, кастрация и эти самые, работа с презервативчиками. Это в саду. Я ничего не напутал. Это я просад. Совершенно. Это вот, допустим, здесь небольшое, ну, представьте себе площадь, которая, это важный момент, я готовился к нему. Представьте себе площадь, которая занимает, например, все сельхозугодия, именно ГСУ, опытная поля, так и называется, как Минусинский. Вот, значит, эти самые, какие-то деляны имеет, как та же, Тимирязевская академия. Только зачем там хвойники выращивать, что пошёл к тайгу, и вот они. Так вот, много-много. А теперь площадь, которую занимаем мы. Простые советские дачники. Я не говорю всё простые. Мы все оттуда, родом из Советского Союза. И вот, соотношение будет один к тысяче. А теперь я перевожу это на золото. Итак, где-то, где золото, в горах, где-то совершенно мелкие, мельчайшие самородочки, которые специальным способом, я-то больше, этот самый, металлург-светных металлов, вот, которые собирают таким ухищрением, чтобы, вот, это называется золотой песок. А рядом, представим себе, с той стороны горы или там тайги, где-то в километре, в тысячах, не важно. Вот такие, вот видите, как у него в руках, вот такие самородки. А их никто поднять не хочет. Это важнейший момент. У меня уже болит душа, у меня наболело. Я уже криком кричу. Сейчас я объясню, что такое. Итак, я на рынке в 16-м году. Кому хотите, я этот фильм пришлю. Вот. Подхожу, здороваюсь. Меня знают все. Вы увидите там в фильме, как со мной здороваются, как улыбаются. И когда женщина говорит, что у меня такие помидоры, ой, эти, это помидор, абрикосы, я ей не поверил. А в кино это видно. Это не актер. Помидор, Смоктуновский бы так не сыграл. Когда я сказал, не может быть такой, что у вас такой большой, из косточки вырос. Кажется, королевский, но я уже подзабыл сам. Что это из косточки. У него в руках 100-граммовый плод. Допустим, это не помидор. Теперь поверили, посмотрите на нее. Смог бы Смоктуновский так сыграть. Он бы сказал, вы не верите пошли нахам. А вот это и есть настоящая учеба. И вот кто-то должен. Как? Поймите, у меня там впереди огромный материал приготовленный. Но я должен высказаться. Должен. Без этого нельзя. Ушел на пенсию давным-давно, то, что он доскобил, а мой друг и исследователь вот этих же рынков в том числе. И садов, бог знает, где он расположен. Не имея личного автомобиля, он подвиг совершил. А где следы этого подвига? Ни хрена. Напрасно все это он делал. Самородки находил. Так я что считаю? Представляю, приезжает такой человек. Проникся кто-то, доложил замы, помощи, советники, всех этих людей великих, которые, по крайней мере, имеют должности. И власть, власть имеют. И вот тогда сюда приезжает человек. Может, с Москвы, может, с Мичуринска. Ну, Мичуринска, это уже такая провинция. И начнется с меня, конечно. А потом он с моей помощью, вот с этими же фотографиями, он платит. Сейчас меня когда-то в очередь стояли, чтобы снять про меня кино в саду. А сейчас говорят, ну, 5 тысяч за минуту. У нас коммерция, мы это, не можем, нам же надо рекламу, рекламу надо платить. А вы кто такой? Нет, знаю, кто такой, но 5 тысяч за минуту. И вот, представляю, приезжает он, а у него в кармане деньги, а он уполномочен министром образования или министром сельского хозяйства, или президентом Академии наук, или специалист по советник Путина. Я даже не стесняюсь говорить фамилию. Я же ему высылал все эти данные, но, правда, они это, всё это спустили вниз и с концом. А так получается. А в кармане, ну, миллион, полмиллиона. Уже этих денег хватит. Для чего? Размещают объявление. Вместо телевидения. Пожалуйста, вот эта дама, вот она. Её можно получше портрет снять. У меня же целый фильм есть. И там лесолучие видно. А у меня ещё есть другая дама, у которой, я же рассказывал, есть этот персиковый абрикос. Персиковый абрикос, настоящий. Она сделала чудо. Она сидит и торгует этими плодами. Ну, утерял я её данные. Ну, так бывает. Ну, что вы хотите. Ну, утерял сейчас это. Ну, её тоже можно найти. Фотография-то есть. Вот она сидит, торгует настоящим гибридом. Настоящим. Понимаете? Это второй случай такой. Если уж сеется, она смогла вырастить вот это. И я вот эти вот фотографии, появляются в этом. Пожалуйста, я приехал там от Академии наук. Я хочу встретиться вот с этими дамами. Вот. Интерес чисто практичный. Мы вас попросим немного плодов, а заплатим пятеро-десятеро. Только бы отозвались. Они не такие уже пожилые. Можно рассчитывать, что живы-здоровы. Ещё в этом году абрикосы у многих есть. Вот что надо. Вот такой человек нужен. С деньгами в кармане. А потом специальная программа под это дело. Два-три наших участка. Тотарова, Железова, там этого самого. Ладенкова на Урале. Боднера. Сразу под государственную охрану. Только для того, чтобы выдать от нас всё. Заплатить, чтобы я мог наконец-то за 40 лет первый раз съездить на коррект. Подлечиться. Вот. Жаль уже не вылечиться от Ладенкова и Боднера. Они в своей не дожили. Когда был жив этот самый Бородич Владимир Степанович, один из наших этих, я его называю основателем Саваногорского феномена, о котором Москва так и не узнала. Вот. Он упал. Он плохо уже ходил. У него руки по плечам сожжены. Работал в этих 20 соток, обрабатывал этими самыми. Как они называются-то эти? Протезами. Вот. Понятно. Упал, разбил голову, умер в реанимации. Чижик Николай Иванович тоже ходить не мог почти уже. Жил в деревне кое-как. Упал, разбил голову, умер. Племянница сказала, Валерий Костякович, последние слова были. Что он сказал, неизвестно, но он произнес мою фамилию. Я единственный, кто поддерживал его до последних дней. Вот. А они были живы, а я еще тогда кричал. Красная книга должна быть. Это уникальные люди. От них больше пользы, чем от этого целой кучи чиновников. Ну вот теперь я высказал все. Кто приедет в Москву, как их найти? Я сейчас у вас буду просить это самое. По 100, по 200 рублей, чтобы вы видели, сколько за неделю фильмов появилось? Это же не бесплатная для меня фирма. Кто-то же монтировал. Все, я бы сказал, что целый, почти целый час. Я ночами не спал, но как мне все это рассказать? Как мне все это объяснить? Пойду горячее, подолю, надо успокоиться. Дальше, дальше будет приятно. Вот. Сейчас, чтобы точка дали, а пока вот это читайте. Так, оказывается, я не дочитал письмо. Давайте дочитаю. Перевать у меня не получается. Я вас заказывал, перевалок крон. Это учеба. Не прижились, но ранятка и невкусная яблоня преобразились. Спасибо за вашу работу. Была предложена вот эта вот фотография. Я, к сожалению, дальше некогда было разбираться. Вы знаете, что эти два дня, там на небе кто-то нажал на кнопочку, и два дня, вчера и сегодня, непрерывные звонки в течение дня. А я разговаривал, вот, говорю, пять минут, больше нельзя, минут 10-20. И так, несколько десятков раз, плюс письма. Что-то там случилось. Я это воспринял, как добрый знак. То бывало, это один-два звонка, а то 10-20. Чувствуете разницу? Может быть, что-то там на небе пресс, и всё станет по-другому. И приедет от президента, и от этого кто-то искать этих дам с уникальными сортами. То есть, песочек золотой собирать. Вот. Я ещё добавлю, что два сообщения было в этом самом, громко сказано в этом. Ну, я в Яндекс, Яндексе. Вот. Значит, 30 лет, наконец, создали этот самый, сорт сливы. Не буду уточнять, уральские учёные. Через неделю, через месяц появилось второе сообщение. Другая, другие уральские учёные создали новый сорт груши. И там, и там красивое название. И там, и там фотографии. Я тут же смотрю, это их фотографии или нет. И вдруг я вижу, что эти фотографии на десятку других сайтов. Может, Господи, другие сайты украсть у них? Красивые же. Ну, красивые, красивые, но у нас вот, хотите, что там 30 лет, приседите к Тотару. Ещё? И ладно. На готовые же приглашаем. Только чуть-чуть не поскупитесь. Мы потратили, это, годы жизни, мы потратили здоровье. Вы не знаете, что такое? Мокнуть, мёрзнуть, там, сидя за этим тёплых этих кабинетах и уча нас, как надо деревья брать. Мы сами научились. И вот получается так. Вот здесь ранитка, не куста, яблодия преобразились. Помните моё это слово под названием инфицирование? То есть прививки мёртвые. А деревья, корону которой были привиты, стали более качественными. Ну, вот, за чё купил, зато продаю. Если так смотреть, то вот это яблони. А вот это, возможно, жёлтая ранетка. Вот. А у меня такие случаи тоже есть. Так. А как говорил Курди, вы поменьше так рассказываете, а то учёные вас посчитают проходимцем. Ну, такие случаи. Ну, я, правда, ни одно случая не сказал. У меня таких случаев тоже много. Здорово, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok